вот интересная тема я с тобой общался ты мне показывал как сделать шарфин если его сломался шарфин бывает такое что на гарпунах отлетают если некачественные и вот андрюха вот таким методом придумал шарф делать шарфин зацеп самодельный на паузу да может сгодится да сейчас будет очумелые ручки очумелые ручки до три и так мы делаем шарфин собственными руками если у вас отломалось крепление то есть так вот это мы берем обычный таитянский ну любой гарпун или там от поломанный там неважно вот и нам надо просверлить отверстие при помощи нехитрого приспособления покажи эту штучку как надо это такая вот штукенция для метчиков для зажима метчиков у меня мастерской было я там нарезал резьбы продается на любом базаре да на любом базаре вот тут есть такие вот углубления они как раз очень хорошо подходят для гарпуна то есть я одну такую вот поменял на что можно было чтобы удобнее было закручивать удобно было не то что закручивать а ставить под под тиски нет ставить под этот самый под сверлил как станочек до сверлили ну я понял что вышел вышли торчало сюда здесь я единственное что добавил здесь вот отверстие там два миллиметра можно два с половиной два миллиметра отверстие да 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 я понял это просто сферливается этим же чтобы она была как направляющие когда зажимаю горпун там в любом месте от центровал его в любом месте где мне нужно я без всякого кернения ну даже под поджал плоскогубцами это все дело на станке я просто вот как по направляющей с маслицем просверливаю вот эту штуку на станке а если ручной дрель можно будет просверлить я пробовал можно было сверло кобальтовое скобальта вот это вот очень желтые это важно хорошие сверла все немножко там сало и она получается у нас дырочка получается там где нам надо она ждут если посмотреть она получается четко там где нам надо ну допустим этом на глаз посмотрели гарпун там зажали сверло два миллиметра до получается до 2 2 я двойкой делал потом потом делаю обычную скобу там из двоечки. Из стали двоечки ты делаешь корку, да? Да, неживящая сталь обычная. Вот она, где она была у нас. Вот у меня такие вот. Ну вот сейчас мы посмотрим. Вот это уже готовая шарка. Сейчас она не фокусируется. Вот здесь. Так, ну тут не видно, правда, как ты расклепывал. Ну вот это я сверел, кстати, без нее. Вот, получилось немножечко. А, кривовато. А потом ты уже придумал эту приспособу и уже гораздо легче стало. И вот уже качество выросло. Вот мы уже видим на глазах. Дальше здесь я немножечко делаю потай. И когда я расклепываю, тиски зажимаю это все, расклепываю здесь, она как бы из сталь уходит, расклепывается в потай. Потом это все дело шлифуется и получается, ну можно еще накернить здесь, чтобы она еще немножко разошлась там. И вот такой вот план. То есть, почему я на такие плодники перешел? Говорят, там на сальвимар там вырывается оно что-то там. Да-да-да, на сальвимар я очень часто встречал охотников, которые мне говорили. У меня на Мэрос там тоже вырвало. Вырвало, да. Ну, не знаю, у меня еще ничего не вырвало, я хорошенько расклепываю просто здесь. И отлично работает, то есть проверено. Да. Тянул я специально веревкой сюда и тянул там в тисках это все дело и ничего не вырывается. В общем, при помощи такого хитрого приспособления Андрюха нам открыл тайну и вот сделал вот такой вот видео кусок. И сварка, если варить Sharkfin, она в этом месте ослабляет дырку. Ага, теряется. Вот здесь не особо это важно, но если, допустим, здесь надо там по камням кого-то где-то там Sharkfin здесь поставить, да, чтобы под камнями охотиться. Вот здесь уже ослабнет дырку сварка. Угу. Тем более у меня была проблема со сварщиком, то он есть, то он нет. Я так вот перешил, ну, как бы перешил на вот такую самопальню. Так, хорошо, с этим мы разобрались, продолжаем дальше. Субтитры сделал DimaTorzok